Легендарный Хосе Карерас привез в Минск тепло средиземноморского солнца. Пожалуй, так можно характеризовать ту удивительную атмосферу, которая царила на его концерте. Последний раз великий тенор выступал перед минской публикой 10 лет назад. И вот у белорусского зрителя появилась уникальная возможность снова услышать живое звучание одного из самых удивительных и прекрасных голосов современной эпохи. Артисты такого класса, такого уровня, как Хосе Карерас, это тенор, юридический тенор, которому подражать невозможно, но нет равных мир. В съемочной группе нашей программы посчастливилось побывать на репетицию перед концертом, которая состоялась в зале Белгосфилармонии. Сама возможность увидеть звезду мирового уровня во время творческого процесса, в неформальной обстановке, понаблюдать за работой над музыкальным материалом, событие уникальное, которое позволяет по-новому понять артиста и как профессионала, и как человека. Музыканты Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь приветствовали маэстро аплодисментами, но сам певец держался скромно, интеллигентно и доброжелательно. Недолгое обсуждение музыкального материала с дирижером Аркадием Бериным и зал наполнился музыкой. Сам исполнитель не раз подчеркивал, насколько живой вокал и живая музыка важны для человеческой души. Поэтому слышать, пускай в полсилы, но живое, бархатное, струящееся исполнение Хосе Карероса, видеть, с какой легкостью повинуется ему голос, наблюдать, как трепетно и сосредоточенно вслушивается певец в игру оркестра, первыми прочувствовать тот восторг, с которым великому тенору будет рукоплескать огромный зрительный зал. Вот что делало наше присутствие на репетиции необыкновенно волнующим, радостным. Несколько пожеланий исполнителя, музыка возобновляется, и кажется, что в ее течении певец и оркестр понимают друг друга практически без слов. Когда ты слышишь живую муту, живые эмоции, живые страсти, это, я думаю, залог того, что человечество будет вечным. Уже во время репетиции остро чувствовалось, насколько красочно и интересной обещает быть эта программа, поскольку практически все составляющие ее произведения посвящены различным граням и оттенкам самого прекрасного чувства на свете – любви.